После вчерашнего мастер-класса мы продолжаем работать, готовимся к интервью на радио Бизнес.ФМ. Прекрасное утро, питерская погода. Сейчас мы поедем на другой конец города и продолжим наш сюжет. Будет много интересного. Давай напишешь список, тогда отправишь Кристине. Кристина подготовит посылку, мы тебя отправим на этой неделе. Все, мы, короче, доехали, у нас продолжение телосъемки. И у меня сегодня в гостях владелица студии декора больших цветов Светлана Копцева. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Модно в этом году, наверное, будут актуальны полевые цветы, возможно, какие-то сорняки, либо какие-то шишки, колючки. Потому что это такое нежное, возможно, воздушное, летнее. По каким критериям компания может понять, что вот исполнитель работает качественно. У нас в мастерской работают художники, об этом мы тоже обозначаем и говорим, чтобы человек чувствовал, что он получит действительно качественный продукт. И еще один из немаловажных моментов – это эскизы. То есть мы делаем эскизы, которые клиент согласовывает с нами и получает уже действительно по факту тот продукт, который был согласован. Самый маленький у нас примерно 40 сантиметров, то есть мы делали очень большие, это 2-3 метра диаметром или высотой. Это все делается вручную, каждый цветок – это эксклюзив. Мы создаем каждый цветок с нуля, но работаем непосредственно с этим материалом, потому что это новый эксклюзивный материал. Мы работаем по всему миру и уже достаточно давно отправляем цветы и в Америку, и в Крым, и Краснодарский край, и Владивосток, и Казахстан. То есть достаточно широкая география. Сейчас мы еще пообщаемся немножко за кадром и поедем дальше. Это наша мастерская, в которой мы создаем. Работает с новым нашим оборудованием, это 3D принтер, в который сейчас что-ли что-то делаешь? Деталь для нового цветка, который будет раскрываться, будет в общем интересно. Мы еще такого не делали. Сегодня уедет фотозона, будет салон красоты, оформляться. Здесь у нас тоже рабочее пространство. Мы работаем с бумагой. На плотере мы режем из дизайнерской бумаги разные лепестки и работаем непосредственно по этой тематике с разными оптовыми компаниями. Эти цветы и полигональные фигуры отправляются у нас в разобранном виде с инструкцией для сборки. Можно показать вот здесь вот на примере. И это достаточно просто для любой девушки. Купили такой цветочек, сами собрали и получили такую красоту. Вот сейчас как раз процесс работы идет. Детальное прорезание лепестков. И вот такой лепесточек мы получаем. Это очень удобно, потому что первое время я все это вырезала вручную. Потом купили с мужем оборудование это. И это намного ускорило процесс. Сейчас с бумагой мы реже работаем. В основном это только заказы для оптовых компаний. Делаем вот такие вот интересные гвоздики. Именно здесь создаются все наши цветы в этой дружной, теплой, домашней обстановке. Несколько человек, которые делают уже более масштабные конструкции. Конечно, это происходит не тут. У нас есть гараж, в котором делаются огромные сейчас цифры, буквы. Даша, расскажи, что ты делаешь сегодня. Сегодня продолжаю делать безмерное количество красных цветочков. У нас все в безмерном количестве, потому что всегда заказывают очень много всего. Фрагмент будущего заказа на Питер. Листья для композиции гоновидных роз. Это наш выставочный зал. Сюда приходят клиенты и могут выбрать себе цветы. Фотозону в аренду. Так как я обучаю и большое количество цветов мы делаем, наши материалы всегда должны быть в наличии. Поэтому у нас их очень много. Два интернет-магазина. Это сайт цветокопцио.ру и кружева-маркет РФ, на котором вы можете приобрести все наши материалы. Возможно, нечто похожее на сказку о лице в стране чудес. Свадьба, собственно. Да. Нужно сделать оформление так, чтобы вы казались маленькими. Да, цветы очень большие. Но там вообще, в принципе, весь мир был больше. Они будут, в принципе, такие большие. В большем количестве их возможности. Да, можно сделать. Вот она, эта историческая свадьба. Специальный каркас тут металлический. Это живые скульптуры. Они тоже используются для такого развлечения. А самое главное, что мы можем сделать вам такие георгины. Тимофея, к сожалению, наверное, я не смогу пригласить к вам. Но, наверное, привет. Хочу вам рассказать о том, что все наши цветы отправляются в любые города. Поэтому они у нас все разобраны. Все механизмы и конструкции можно разобрать и уложить буквально в одну коробочку. И еще один из немаловажных моментов. То, что эти цветы можно ставить на улице для украшения ландшафта, либо свадеб, либо выездных регистраций. И если пойдет дождь, с вашими цветами абсолютно ничего не произойдет. И самое приятное, они не мутся. То есть, если вы сложили в коробочку, через какое-то время достали, этот материал волшебный. И наши лотосы. То же самое. Все это разбирается и украшает любое мероприятие. Практически все в свое время нахожусь здесь. И с детьми здесь находимся, постоянно делаем что-то. Старший сын у меня тоже очень любит работать с этими материалами. И сейчас учатся работать на новом оборудовании. Мы создали такую уютную домашнюю атмосферу, в которой все с удовольствием проводим целый день. Самое главное – это мой муж, моя поддержка, которая помогает мне во всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть на штайме. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы можем освободить здесь пространство и оформить на примерной стене. То есть, сделаем какие-то цветочные композиции. Можно, чтобы вот эти вот все композиции, чтобы они были не очень объемные, чтобы это не зацепило платье, более компактного варианта. И на лепестках также какой-то кружевной орнамент повторить таким же способом. Я думаю, что очень интересно будет. И так как это будет фантазийный цветок, можно сделать хрустальный, подобие хрустальных. Сейчас я хочу вас познакомить с нашей школой. Здесь вот этот этаж, это наш. Здесь находится отдел продаж. Рекламный отдел, который закупает рекламу и рекламирует вообще, в принципе, нашу школу и наши цветы. Всем привет! Здравствуйте! Добрый день! Пойдемте дальше. Этот отдел занимается полностью запахом рекламы и рекламой всего нашего направления. В этом кабинете вот доска. Планы действий на ближайшие полгода. А здесь отдел бухгалтерии. Всем привет! Это наша финансовая часть. Самое сердце, основа. Все работают. Здесь идет отдел продаж. Здесь сидят, наверное, вчера, которые... Всем привет! А сейчас занимаются продажами. Есть еще несколько кабинетов. Мы разделяли на несколько ничь, так как в школе есть несколько направлений. Всем привет! Тоже идет рабочий процесс. Все работают. Здесь же колл-центр. Да. Да. Это наш Дима. Здравствуйте! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Тоже наши менеджеры, которые занимаются продажей цветов. Знакомьтесь, ты руководитель отдела продаж. Скоро мы еще успеем попасть к ним на планерку. АВАСКОЛ это одно из наших направлений. Это школа, которой занимается мой муж. В принципе, это наш семейный бизнес. Начиналось все с маленьких цветочков. Когда это все переросло в большую компанию, мы заняли уже достаточно много места. И сейчас работает нас 47 человек. И мы сейчас увидим планерку, посмотрим некоторые моменты, как все это у нас проходит каждый день. Итак, ребят, на экране представлены продукты, которые на данный момент реализуются в нашей школе. Видно, что большей популярностью пользуются интенсив из трех цветов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С утра ездили. Куда мы ездили? Куда вы ездили? Хороший вопрос. Я уже не помню. День был очень длинный. Мы задавали разные вопросы. Интересно было пообщаться. И я планирую о новых проектах. У них постоянно проходят какие-то мероприятия. И там есть отдел рекламы тоже. Еще очень интересная тема по поводу пластиков, акрилов и вообще-то. Уже зашел на рынок этот материал. Мы еще не работали с ним, но очень хочу добавить. И еще мы с тобой летим в Париж. Нужно сделать цветочек такой небольшой. Пофотать цветочек на фоне филевой башни, еще короче каких-то. То есть мы с собой цветок повезем? Какой? Ну, кстати, мы 9 мая будем на площади в Москве. И надо сделать красный цветок гвоздику. Мы сегодня уже начали делать гвоздику. Мы ее с собой повезем? Нет, она будет большая. А можно ее выслать транспортной компанией? И когда мы приедем 9 мая? На Лос-Свар-Хор. Наконец-то закончился сегодня хобби. Сегодня мы сделали очень много интересного. Рассказали о новых трендах интересных, которые ждут нас в этом сезоне. Я хочу, чтобы вы нашли дело своей мечты, чтобы ваше дело или ваше хобби радовало вас, приносило массу эмоций и просто приносило вам счастье. С вами была Светлана Ковцева. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok